С начала пандемии весь этот корпус госпиталя перешёл на экстренный режим работы, или ургент. Пациентов принимают по скорой. Профиль – хронические сердечно-сосудистые заболевания, неврология, гастроэнтерология. Игорь – ветеран чеченской войны. Сейчас попал по неотложке, но бывал здесь и на плановой реабилитации. Говорит, у врачей работы прибавилось, но отношение к пациентам не изменилось. Я здесь в госпитале лечусь давно, с 2006 года. Мне нравится здесь и коллектив хороший, и врачей, но обслуживание хорошее. Заведующая гериатрическим отделением кардиолог Марина Чижова взяла на себя терапевтический профиль. Да и другие её коллеги имеют большой опыт работы в терапии. Поэтому с кадрами проблем не возникло, как и с оснащением. Надо было перестраивать схему работы. Ургент значительно отличается от нашей предыдущей плановой работы по профилю гериатрия. Но, однако, имеющиеся все в наличии у нас лекарственные препараты, диагностические. Спектр весь исследований мы имеем на данный момент, чтобы оказывать такую неотложную помощь по профилю терапии. Во время пиковых нагрузок привлекали для дежурств терапевтов поликлиники госпиталя. А вот в неврологии своими кадрами не обошлись. Несколько медиков пришли на помощь из второй горбольницы. Среди них и заводделением Елена Батищева. Ей пришлось работать с медиками госпиталя, перестраивая их режим с планового на экстренный. И они справились. Хочу сказать, отдать должное сотрудникам. Они быстро включились в работу, быстро приобщились к новому графику работы, к новой специфике. И, в общем, за все время работы мы получили, наверное, обоюдное удовольствие от работы друг с другом. Когда госпиталь для ветеранов вернется к штатной работе, зависит от эпидемической ситуации. А пока профильных пациентов принимает его вторая площадка в новой Товолжанке. Наталья Войтенко, Евгений Кравцовский. Такой день на Мире Белогория.